так ребята всем привет у нас сегодня на обзоре два заточных станка blitz 360 и cadet pro blitz 360 это моя первая покупочка cadet pro это моя вторая покупочка blitz 360 я сейчас продаю изначально я вообще не планировал покупать cadet поскольку сейчас blitz 360 это в линейке blitz это вторая модель сейчас у них вышла новая модель blitz pro у них поворотный механизм больше если на 360 там у них длина поворотного механизма 85 миллиметров ту лиц про длина стала 105 миллиметров и крепление губок у них стало как у обычных станков откручивайте барашек и сдвигаете куда вам нужно в как видите в 360 у них сделано по-другому два отверстия здесь вот болт откручивается потом губка переставляется и снова закручивается в ближнем положении как бы не очень удобно но кому как очень мне это как бы не очень нравилось поэтому я вот и заказал сначала поворотный механизм а потом когда зашел в свой любимый магазин forest home в санкт-петербурге я стекло покупал с порошками для выравнивания камней посмотрел я на кадет почему я раньше взял триста шестьдесятые потому что на кадете прошлой модели у них же вот этой фишечки то не было в чем сейчас прошу кита прошу к сейчас просто выигрывает по крайней выигрывают они а вот у них есть еще одна модель пионер как бы дешевле на 10000 чем кадет но у кадета вот в чем сейчас он он практически как стал как их не модель ну ну последний ну вернее не последняя самая как сказать основная 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 основной станок у тест проф это сам профиль сначала мне где был 1 2 сейчас у них 3 и последний модель профиль к 3 про почему он стал на уровне профиля только более компактный ну у профиля конечно поворотный механизм он автоматически у кадета видите отжимаете переворачиваете потом снова зажимает извиняюсь на профиле к 3 так там вообще ну автоматически у кадета он как бы такой и у улица он полуавтоматический отгибаете вот эту рычаг переворачиваете и потом увидите вам автоматически встает если сравнивать например кадет и блиц то в блице есть два преимущества кадета это вот в поворотном механизме полуавтоматическим и в том что он у него жестко этот сам поворотный механизм он близко он расположен близко к самому станку и у него нету никакого как бы прогиба нет никакого в кадете поскольку он ведь у него штанга вот основание вынесена далеко и за счет этого ну я так как бы на нем не затачивала еще но многие пользователи в ю тубе они говорят что у него есть сейчас я не знаю будет видно или нет вот видите я не знаю видно вам или нет но он у него вот этот сам поворотный механизм если вот сюда вот немножко надавлять вот так вот играет немножко хотя пользователи говорят что на заточку это не влияет но сам вот этот факт того что есть небольшой прогиб он у некоторых не устраивает поэтому вот если брать блиц и кадет то блиц он немножко в этом плане лучше это вот в жестком поворотном механизме и в полуавтоматическом повороте со самого поворотного механизма далее все раз и она встала а здесь нужно поджимать поэтому 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 вот я купил кадет ну кадет мне еще нравится потому что здесь как бы знаете такая простая модель минимализм это раз два и три как бы три детали а вблизи видите такой ну какой много всяких деталей ну вот как бы я не знал как бы сначала то он не нравился а сейчас он хотя хотя еще оба я же не сказала по поводу этих градусов блиц кадета еще превосходит в том что на блице больше возможностей по наклону у него помимо того что здесь как бы вам видите выставляете градусы него еще вот это можете поднимать этот сам механизм за счет этого это второе вид подъема третий вид подъема это вот это мог этот это как бы компенсатор но все равно как бы это компенсатор этих брусков но в то же время если вам нужно какой-то больше наклон сделать вы можете просто его больше сделать на максимум и у вас будет еще больше на кого вообще я вот этот вот эту нижнюю нижнюю деталь вон видите если я ее вообще это я сейчас поставил на в родное положение у меня она стояла и откручивал и переставлял она мне получилась так стояла не вот так вот а вот так и стоял она мне визуально больше нравилось и в то же время наклон был больше поэтому поэтому получается у нас близ в трех позициях превосходит кадета полуавтоматический поворотный механизм жесткое крепление самого поворотного механизма и больше 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 градусы больше 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 вариантов по градусам заточки получается у нас в лице получается до 70 градусов с обеих сторон а у кадета у нас получается с обеих сторон до 57 градусов а у профиля к 0 3 у него 78 получается всех лучше больше больше градусов у профиля потом у блица потом у кадета вот получается по трех позиций он превосходит кадета но я взял кадет потому что он не визуально нравится вот если брат например как бы одинаковые вещи или инструменты или велосипеды там или ну чё угодно если они например по цене одинаковые по функционал по фанк короче меня самое главное это чтобы мне глаз радовал глаз и сама вещь если например вещь эта вещь она лучше в некоторых местах но глаза на мне не очень как бы глаз на мне не очень радует если мне кадет если кадет в чем-то уступает блицу но визуально чисто визуально мне больше нравится я предпочитаю все таки то что мне больше нравится визуально поэтому я взял кадет раньше когда покупал близ 360 у кадета не было вот этого механизма вот этого механизма не было у него у него просто было здесь это такой барашек и вручную короче вот так вот сдвигали ну короче поэтому как я и я и взял близ а когда кадет сейчас сделал этот механизм это получается как у к 0 3 как у профиля к 3 то получается вообще блин супер-пупер ну супер-пупер конечно 360 как я уже сказал потом позицию он превосходит ну-ка дед к дед к дед к дед видите ну не знаю кому как не падет он нравится больше ладно в общем все рассказал по весу по весу и кажется не говорил короче 300 близ 360 и прыжка не полтора килограмма весит кадет у нас весит 2 и 1 килограмм и профиль к 0 3 лучше мы где-то ну такое с он весит 6 килограмм ну чё сказал вес сказал размер поворотного механизма сказал вы заточек сказал ну все вроде ну ладно ребята всем пока до новых встреч